Я попал наконец-то на разваленной Арабайской крепости. Дорога сейчас не фонтан, но ехать вполне можно. Крепость очень старинная, ее построили турки, потом захватили ее русские, использовали против турок. Проходится в самом начале Арабайской стрелки. Состояние ее весьма плачевное, но интересное, это настоящая-настоящая древняя крепость. Это ее обследование. Конечно, состояние крепости очень плачевное. Сложена она из известняка, вот такого вот, очень выветренно, разрушенной. Вот такие идут мощные стены, укрепленные. А между ними был ров, вот такой вот. И то самое с другой стороны. Вот такие вот мощные, высокие стены. Такие вот древние стены. Ров. Сейчас попробую пройти здесь. Порву возле стен этих старинных, мощных. И попробую эту крепость сейчас обойти по кругу. После войны здесь был, к сожалению, рыбный завод. Какие-то были подземелья, и даже была электроэнергия. И был целый настоящий завод. Но потом все забросили. Какой-то был здесь пожар. Или сожгли что-то. И теперь крепость находится полностью в заброшенном состоянии. Сейчас попробую обойти ее по кругу. И несколько ее обследовать. Такие вот стены. Ну, такие довольно-таки высокие стены. Вот, как видно. Какие-то тут овраги бесконечные. Сейчас обойду эту крепость по периметру. Такие вот высокие стены. Сделаны они из ракушняка. Тут даже какие-то высокие стены. Попробуем обойти ее, эту крепость, по кругу. Посмотрим, что здесь есть. Вот такие остатки. Конечно, крепость сильно очень разрушена. Сохранились только остатки совсем небольшие от стен. Вот такие вот. Это очень древняя крепость. Построена еще в 16 веке турками. И служила она для защиты входа в Крым с севера через Арбатскую стрелку. Стоит она прямо на входе Арбатской стрелки. И защищает вход в Крым по стрелке с материка на полуостров. Очень интересно. Такие вот укрепления древние. Сейчас мы их обследуем. Крепость служила много веков. Была абсолютно исправлена до последнего времени. Время войны была, конечно, разрушена. А теперь потихонечку она саморазрушается. Сейчас заберусь наверх. Пройду поверху крепости. Прямо от крепости со стены открывается море. Здесь находятся большие стены. Вообще сильный ветер. Наверное, с лобуса сильно слышно. Сейчас пойдем ей поближе. Покажу вам, какой высоты стены. В общем-то говоря, довольно-таки высокие. Если вы их сверху, снизу, вверх, то вот они такой большой высоты. И в них кругом находятся какие-то отверстия. Очевидно, здесь находились балки, которые оставлялись деревянные какие-то крепления. И была какая-то, наверное, дополнительная деревянная стена. Вот такая вот высокая-высокая стена крепостная, сложенная из старинного известняка. Вот такая вот Арабайская крепость. Находится она совсем близко от моря. Море очень красивое. Голубое, голубое, красивые песчаные пляжи. И вот такая вот древняя, старинная Арабайская крепость. Вот. Очень интересно здесь. Все пахнет стариной. Сейчас попробую пройтись еще немножко дальше. И обойти ее по кругу. Такие вот живописные, разваленных. Много очень разрушенных элементов крепости. Ну, если учесть, что эта крепость уже примерно 400 с лишним лет, то на этот бы возраст, она еще неплохо сохранилась. Такие вот пробоины. Такую крепость имеет структуру такой круговой обороны. Она, примерно, по периметру, имеет вид с многоугольника. Вот какие-то ходы полуразрушенные. Еще какой-то ход. Ну, такая высота и крепость может быть где-то метров 8, может быть. 7-8 метров. Вот такое расставание. Конечно, весна разрушена. Но тем не менее, она еще стоит в цепи и не стоит. Продолжение следует... 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 А вот... Тут какая-то... Бойница... Какое-то... Укрепление... Внутреннее... Такой небольшой дворик... Затишный... И внутри него... Бойницу видно... Сейчас покажу... Вот... Бойница... Сейчас которую... Видно... Видно... На улицу... Вот такой... Вот... Блокпост... Конечно... Все разрушено... Но... Тем не менее... Что-то... Сохранилось... Вот... Такое строение... Внутреннее... Здесь сидели... Турки... Потом здесь сидели... Русские... Потом... Опять били турки... Ну... Тут была война... Сидели... Очевидно... Русские... Немцы... А теперь... Это просто... Заброшенный... Старинный... Объект... Вот... По этому... Туннельчику... Небольшому... Выхожу... На свет Божий... А вот это как раз... Тот ход... Где я только что был снизу... Теперь попал с него... Через крепостную стену... Сверху... Посмотрим... Что здесь есть... Вот... Этот лаз... Который я наблюдал снизу... Теперь попал сюда... Что только... Сверху... Вот такой проход... На улицу... Вот такая вот... Небольшая... Обзорная экскурсия... Парабатской крепости... Крепость... Конечно... Находится... Весьма... В плачевном состоянии... Вот... Но... Зато... Везде здесь... Веет... Настоящей... Стариной... Четырисот... Летней... Давности... Я хочу... Подняться... На самый-самый верх... Посмотрим... Что из этого получится... Вот это... Знаменитая... Белая скала... Здесь снимались... Многие фильмы... Советские времена... В частности... Здесь был снят фильм... Садик без головы... Так что... Я нахожусь... Сейчас... В историческом месте... Скала... Очень интересная... Чтобы подняться... Туда... На самый верх... Никаких тропинок... Я тут не нашел... Поэтому... Придется идти... Куда глаза видят... Очень хочу забраться наверх... Вокруг меня... Кругом... Белый мел... Какой-то такой... Непонятный... Внизом... Село... Которое... Так называется... Белая скала... А я вот это... Начинаю... Потихонечку... Подъем... На вершину... Белой скалы... Еще иначе... Называется... А какая... Очень известное... Знаменитое место... И сам по себе... Скала... Очень красивая... Такая... Величественная... Монументальная... Вот такие вот... Интересные... Такие... Холмы... Кругом... Белые... Плохо... Что такое... Нет... Явно видимой тропинки... Придется искать подъем... Своими силами... Оно вроде бы... Такое все... Более-менее... Это... И не очень отвесное... Оно... Копни поглубже подойдет... Что... Придется постоянно в четвереньках... Поэтому... Попытаюсь где-то найти обходные дороги... Чтобы не сильно коряпкаться... Ну вот... Все ближе... Ближе к вершине... Солнышко встает... Припекать начинает... Надо... Пораньше... Подняться... Опуститься... Пока не жарко... Ну... Где-то... Может быть... Чуть меньше... Пол дороги прошел уже... Ну вот мы на вершине... Подъем был довольно-таки... Трудный... Но оказывается... Есть дорога... Ага... Вот там он... Далеко-далеко... Внизу... Вот... Стоит моя машина... Вот это от нее... Я шлепал пешком... Вот они от машины... Наверх-наверх-наверх-наверх... Где-то на такой высоте сейчас нахожусь... Но как оказалось... Есть дорога... Вот она дорога... Она от развилки... И дорога между путем... Даже... Прихода для автомобилей... Вот дорога-то и идет... Я смотрю... Что тут есть следы шин... На самой вершине... То есть получается так... Что... По этой дороге... Можно приедется на вершину... Даже на машине... Ну вот так вот... Кто не знает... Тому пригодится... А я к сожалению... Этого не знал... Поэтому... А то под пешком... Ну вот мы... На самой вершине Белой Скалы... В общем-то говоря... Вверху... Ничего интересного особенного нету... Можно было смело... Не подниматься... Самое интересное... Это вид снизу... Ну... Разве что... Осмотреть... Окрестности... И сказать... Что я был... На вершине Белой Скалы... Вот... Ну... Самое интересное... Обидное то... Что сюда ведет наверх... Прекрасная... Атомобильная дорога... Конечно не асфальтированная... Но грунтовка... И вполне... Вполне приличная... Можно было смело... Подняться наверх... И на машине... Ну... К сожалению... Я этого не знал... Может быть мой опыт... Кому-то пригодится... И кто скажет мне спасибо... Вот... Но зато я могу... Сказать с полной смелостью... Откровенностью... Что я... Поднимался на Белую Скалу... Самостоятельно... Сделал восхождение... Вот это вот вершина... Это пик... Дальше можно обозреть окрестности... И смело опускаться вниз... Вот такая вот... Верхняя... Смотровая площадка... Сейчас мы сюда зайдем... Глядим окрестности... И можно смело опускаться вниз... Ну в общем... Конечно... Интересно... Вид... Открывается... Поразительный... Вот такая вот... Вершина... Белой Скалы... Такие вот окрестности... Вот еще... Пойти обратно... Другой дорогой... Здесь... Дорога для автомобилей... А пешеходу вообще... Идти одно удовольствие... Ну ничего... Это опыт... Который приходится... Может быть другим... То есть... Смысл в том... Что... Корябкаться на Гуру не надо... А есть вполне приличная... Дорога... Не знаю... Как для автомобиля... Пройду до конца... Потом расскажу... А пешей идти... Вполне нормально... Можно сказать... Что комфортно... В общем... Конечно... Дорога на любителя... На любителя... Проехать можно... Тем более... Что я видел наверху... Самой скалы... Уже следы... Автомобилей... Но... По-моему... Ехать здесь... Удовольствия... Особо большого... Не доставит... Поскольку... Дорога неровная... Очень много... Крупных булыжников... Точащих... Из грунта... Ну... В общем... В общем... Пока... Что... Как я иду... Вижу... Ехать можно... Ну... В общем... Вот такая дорога... Скорее всего... Конечно... Она... Предназначена... Для... Внедорожников... И квадроциклов... Чем больше... Кстати говоря... В селе... Здесь есть... Пункт проката... Квадроциклов... Внедорожник... Проедет... Ну... На обычном автомобиле... Нужно иметь... Такое... Большое... Желание... Ну... Судя... Потому что там... Верху... Особо делать нечего... То я... Забираю свои слова обратно... И... Сообщаю... Что... Наверное... По этой дороге... На обычном автомобиле... Проехать... Нельзя... Если я покажу... Смотрю площадку... Где только что был... Вот... На самой от вершинки... Слева... На утесе... Видите... Такая громадная... Трещина... Где от скале... Вот это... То место... Где я был... А поднимался я... Вот... По склону... Камней... Двух... Больших... И дальше... Дальше... Правее... Правее... Туда... Вверх... Вверх... Это в этом месте... Где-то я поднялся наверх... А спустился... По дороге... Вот здесь... Вот... Но обратно... Конечно... Дорога была гораздо легче... Вот мы посетили... Белую скалу... В общем-то... Все ее величие... Заключается... В виде снизу... Наверху делать... Практически... Нечего... Так только что... Разве... Посмотреть немножко окрестности... Вот... Ну... Как... Достопримечательность... На один раз... Она... Конечно... Интересная... И достойная... А наверх... В принципе... Можно было не ходить... Вот такая вот дорога... Ведет... К водопаду Джурла... От конной... Фермы... Алюр... Примерно... Пять километров... Может... Часа полтора... Ну... Такая дорога... Не суперсложная... Кстати... Там он внизу... Далеко внизу... Это виднеется... Вот это вот виднеется Алушта... Вот... А мы... Корябкаемся... В гору... Вверх... 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 Вот такая вот тропиночка... Ведет меня... К вершине горы... И... К водопаду Джурла... Такая вот... Живописная трава... Ой... Трава... Тропа... Ведет меня... К водопаду Джурла... Хорошо... Хоть по голодочку... В общем... Средней... Тяжести... Можно... Идти... Вот такой вот... Лес... Попали мы... Тут говорят... Где-то... Джурла совсем уже близко... Ну... Может быть сейчас... И на еду... Вообще конечно красиво... Лес такой... Воздух свежий... Тут между прочим... Целый город... Палаточный... Сотни людей... Сотни палаток... Народ тут живет... Вон... Целое поселение... Людей... Просто можно... Удивиться... Как много... Сотни... Сотни людей... Сотни людей... Сотни людей... Водопад... Где же... Водопад... Места красивые... Конечно... Да повис на этот... Зачем? Не надо лежать... Красота кругом... Ну вот... Наконец... И Водопад Джурла... Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Поднимаемся на крепостную стену Класс! Супер! Вот такой дворик прикольный Класс! Сейчас зайду в этот Маленький миноретик И посмотрю оттуда Через бойницу На окружающее Вот такая маленькая Бойничка С которой можно наблюдать За морем Одна вот Вторая Третья Вот такая вот Прикольная Бойничка Супер! Вот такое вот Дело А вот этот Дворик Крепостной С которого Можно обозревать за окрестностями Такие вот прикольные Маленькие-маленькие такие башенки И вокруг них такие вот Бойницы Которые можно наблюдать За морем Просто супер! Супер! Вот так вот А вот А вот здесь смотри Дворик Такой Небольшой Вот Этот дворик Котором были Наверное Какие-то Пикнички проходили Вот этот Между прочим Вид Из Крепости На море А там далеке Далеке Если приближу Между прочим Находится уже Россия Вот это вот Перед вами Россия Краснодарский край Сейчас Сейчас выйдем Из этой больницы И пройдемся Вокруг этого дворика Очень прикольная крепость Маленькая Очень аккуратненькая Такая Класс Супер Вот такой дворик Маленький Для пикничков Я так думаю Там он стоит Вже прочим Моя машина Вот еще Одна Башенка И можно увидеть внизу Мою машину Вот такие вот Башенки Вверху она уходит Высоко вверх Вот так вот Вот такая вот Прикольная Башенка Класс Супер А вот сверху Видно Вход в крепость Это вот вид сверху Главный вход в крепость Через Верху смотрю площадку А там он Вдалеке Наверху Еще какие-то находятся Ворота Еще Бескрепостная Стена Значит Надо туда попробовать пройти Вот Но пока что Во дворике Здесь нахожусь Прикольный дворик Мне очень нравится Сейчас я буду опускаться вниз Пойду дальше по крепостной стене Вот Посмотрю Что там есть дальше Сейчас попробуем пройти По крепостной стене Вот Находимся На крепостной стене Вот это Подо мной Внизу Вход Крепость Я смогу подняться На другую сторону крепости Сейчас поднимемся Наверх Посмотрим Что мы здесь все видим Что мы здесь все видим Вот верхняя часть Крепости Яни-Кали Она находится На высоком Бугру Бугре Тоже Такая Неплохо сохранившаяся Постройка Постройка Вот такая Арка Большая Стена Такая Длинная Вот сейчас Заходим Вовнутрь Посмотрим Что здесь осталось Вот такой Такий ряд арок Каких-то ниш На значение которых неизвестно На основном какие-то Арки И ниши Вот Все Дальше все Разрушено Но стена еще идет В разные стороны Это в принципе Конец крепости Вот такая вот Верхняя постройка То что От нее Осталось Вот это вот Выход Из арки На море Между прочим Отсюда Прекрасно Видно Россию А там далеко Внизу Находится Крепость Где-то я нахожусь На самом вершине Горы Где находятся Остатки Крепости Единиколе Вот это вот Северная Стена Такая Такая Плохо сохранившаяся Вот Сейчас я буду идти Прямо по стене Подо мной С правой стороны Море А с левой стороны Остатки Стены Ну вот Между прочим Стена сохранилась Довольно таки Неплохо Вот А прямо передо мной Простирается Прекрасная панорама Порта Крым И там Вдалеке Вдалеке На горе Находится Маяк Это будет Мыс Фонарь Ну вот Добрались мы до вершины Крепости Единиколе Там далеко Внизу Порт Еще Выше Поселок Подмаячный Маяк Это Восточная Конечность Острова Крым Полуострова Крым Ну а пока все Там далеко Внизу Нижняя часть Крепости Единиколе Вдалеке Через пролив Россия Порт Крым Все прекрасно Видно Очень интересно Вот панорама Порта И там Находится Переправа На Россию А там Вверху Находится Маяк Это Восточная Конечность Острова Полуострова Крым Вот такая Панорама Открывается С вершины Крепости Единиколе Крым Крым Крым